26 апреля в москве состоится пятый смотр фестиваль волшебная туфелька что это такое нам сейчас расскажет инициатор этого проекта великолепные неподражаемые илзели добрый вечер здравствуйте здравствуйте очень приятно быть опять в вашей программе я под правильно сказал что вы инициатор этого проекта или как-то надо было по-другому очень хорошо инициатор я и мария суббатовская мой партнер и подруга и директор балетных школ а кто название придумал про волшебную туфельку и и что это за туфелька почему она волшебная ну просто вот все подробности с удовольствием дело в том что это не просто некая волшебная туфелька это ножка символа русского балета анны павловой и рисунок прижизненный рисунок ножки анны павловой находится в нашей семье да вы что я не слышу и когда мой брат андрис был подростком он всегда увлекался лепкой так так же как наш отец и а мы работаем или нет дома в эфире отлично я очень рада что информация про моего брата андриса уже в эфире мой брат андрис всегда увлекался лепкой как и отец и он слепил по рисунку а рисунок ножки был в и фаз его в одну сторону и в другую сторону он слепил такую ножку величины примерно вот такой из скульптверского пластилина и как-то так легкомысленно к ним к этой работе отнес и поставил ее а я абсолютно влюбилась в эту работу сохранила ее и когда у меня появилась возможность уже будучи балериной большого театра я дала ее в отливку и отлила в бронзе и вы знаете вот все как-то сошлось название фестивалю придумала девочка подросток замечательная художница маша озерникова теперь она уже юная художника она уже сейчас будет поступать в гиг уже как как чтобы быть настоящим серьезным художником а вот эта ножка анны павловой символа русского балета волшебная туфелька и нас я думаю что для меня это очень важный символ потому что это как та высочайшая ступень совершенства которому должен стремиться каждый маленький танцовщик или балеринка которая приходит в студию общедоступную балетную студию ведь у нас фестиваль особый мы сознательно сосредоточились на любительских коррективах профессиональные балетные школы или звезды балета участвуют у нас единственное как гости чтобы доставить удовольствие хотя то что делают наши дети которые получили право участвовать в фестивале а это не так просто это очень сложно это огромный отбор который идет в течение всего года мы не просто их отсматриваем и ведем с ними работу мы направляем группы и коллективы на то какую музыку им лучше выбирать я буквально на секунду вас прерву вы вы рассказали про свой символ у нас есть передача свой символ мы только милый какой милый это кот тимоша давай сюда мы находим хозяев тем животным тем кошкам у которых этих хозяев нету по тем или иным причинам или или не стал вот может быть тимоша тимоша найдем очень похож на окошку когда которая когда-то из подъезда зашла в наш дом и мы ее назвали екатерина васильна гельцер в честь того что великой балерина екатерина сели гельцер посту поскольку мы живем в ее квартире то андрей сказал что это пришла екатерина васильна гельцер и что с ней стало она отжила свой она была изумительной совершенно кошкой дорогие друзья я вам хочу сказать что дворовые коты самые лучшие коты в мире это такие преданные существа поэтому обратите на него внимание пусть чье-то сердце откликнется этому я уверена что вы не пожалеете тимоша вы посмотрите какая у него чудесная морда изумительная огромное спасибо я так люблю когда гости пяришь вот этих вот животных так значит возвращаемся к туфельки это ведь не только московские да все российский фестиваль за пять лет он стал действительно фестивалем нашей страны на это нас когда-то натолкнула вдохновила ольга юрьевна голодец как-то она нам дала такой вектор я очень рада что у нас хватило сил и энергии для того чтобы это сделать нас поддерживает департамент культуры правительства москвы я думаю что вот мы эти последние три года идем вместе иду думаю что и дальше мы будем идти вместе и нам уже просто мало светлановский зал дома музыки потому что у нас больше чем 300 человек на сцене детей и я думаю что следующий год мы переедем в другой зал в общем это зрелище дорогие друзья для детей начиная от двух лет непередаваемое поэтому если вы хотите гармонично провести день с вашим ребенком то приходите 26 числа светлановский зал дома музыки в пять часов вечера мы будем вас очень рады видеть и вы узнаете какой танцевальный коллектив мы назовем лучшим коллективом нашей страны а кто это решает то есть там жюри это решает квалифицированное выдающиеся жюри уже не первый год его возглавляет народный артист ссср лауреат ленинской премии михаил леонид лавровский в жюри андрис лиеппа в жюри гедемина сторонда звезды балета представители представители общественности артисты ну в общем это интересно это уже пятый смотр он чем-то будет отличаться кроме масштаба от четырех предыдущих он будет отличаться тем что мы вот в этом году действительно назовем лучший коллектив россии обычно у нас были первенства по номинациям классический танец народные дети до 10 лет а сейчас мы назовем лучший коллектив россии и это ведь не только не единственное дело за которым ваш фонд занимается так поешь это под эгидой вашего фонда все проходит теперь это проходит под эгидой фонда культура детям который существует чуть больше года но как понятно даже поэтому фестиваль у которого пять лет наши мысли мы стали реализовывать намного раньше чем вот официально фонд родился потому что восемь лет назад когда мы вошли мы это я и мария субботовская иди сюда тимоша тимоша независимый как кошка гуляет сама по себе он такой оказался когда мы вошли в пространство детства открыв первые балетные школы я очень рада что мы во многом способствовали интересу и моде на занятие хореографии я абсолютно уверена что каждая девочка должна заниматься балетом каждая 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 абсолютно каждая каждая девочка заниматься балетом ну посмотрите институт благородных девиц ведь балет был практически на первом месте не потому что у каждой смолянка должна была стать балериной а потому что они понимали что стать которую смолянка должна нести через всю жизнь манеры умение себя вести походка вообще какой-то внутренний строй который формирует занятие хореографии вот ним иначе невозможно достигнуть я могу представить что будет если сейчас надежде вашей дочери 5 а когда она впитаться допустим скажет я не хочу заниматься балетом я хочу заниматься не знаю передачу вести на телевидении ну она будет так вести передачу на телевидении о балете не только о балете надеюсь что она в ее кругозор будет шире чем только каждая девочка а мальчиком это не дает мальчики это вспомогательный материал болеть получается мальчиков я немножко оставляю за рамками только потому что есть большая степень опасения у родителей когда мальчик идет балет и я вас хочу уверить дорогие телезрители что это абсолютно напрасно я люблю цитировать слова михаила барышникова который сказал что балет это тяжелая работа для настоящих мужчин а какого рода опасения что это что это не мужское занятие что мужчина не сможет реализоваться там конечно должны быть способности конечно девочки в балете проще быть девочка даже в крадобалете чувствует себя достаточно комфортно может быть все таки мальчик мужчина глава семьи он должен все таки быть каким-то лидером поэтому данные должны быть у мальчика но эта жизнь как сказал наш отец когда-то мне и моему брату андресу ребятки если вы постараетесь хоть немножко какая у вас может быть интересная жизнь и вы знаете я не могу не сказать сегодня об очень важном проекте которым мы сейчас тоже живем у нас апрель такой насыщенный месяц 18 и 25 апреля дорогие телезрители я хочу чтобы вы услышали 18 и 25 апреля фонд культуры детям на базе на базе нашей новой школы в малопритеченском переулке дом 1 проводит бесплатный конкурс вернее конкурс на бесплатное обучение как подготовка к поступлению фореографическое училище мы тоже к этому шли не один год потому что проект очень дорогой знаете нужно оплачивать педагогам педагогов нужно оплачивать залы и то что мы сейчас можем это позволить себе то что мы можем отобрать талантливых детей которые вы бесплатно а занимались и практически в шесть лет мы отбираем детей 66 7 8 9 лет в шесть лет они могут сделать свой выбор в жизни понимаете и мы им в этом поможем потому что мы посмотрим насколько они способны и в шесть лет можно найти свое свое место в жизни и я была бы очень рада если бы много детей к нам пришло сейчас уже три человека на место мы можем набрать только 20 детей но приходите пожалуйста и мальчики и девочки мы вас очень ждем жизнь балете это очень интересная жизнь приходить а престиж вообще этого ремесла этого вида искусства в последние годы в какую-то сторону меняется по вашему людей потому что был было время когда вот ну после коллапса советского союза все виды искусства и все деятели искусств которые как каким-то образом ассоциировались советским союзом они были ну по по закону такое как бы амплитуды менее популярны скажем чем раньше сейчас ситуация выправляется вы считаете вы знаете я думаю что она все время очень меняется она меняется потому что меняется наша жизнь но вот то что мы делаем фонде много наших проектов направлены на то чтобы в обществе немножко сконцентрировать внимание общества на том что балет в россии это не просто один из видов искусства балет это наше национальное достояние и независимо от того как бы мы относились вот например как какой бы у меня или у вас не было в отношении космонавтики мы бы вы были внутри этой темы мы бы хорошо разбирались у нас бы были друзья в этой области или бы не было ничего все равно мы понимаем что юрий гагарин это наше все да ну это наша очень знаковая фигура для нашей страны это тоже символ нашей страны сейчас на наших глазах переписываются истории не исключено что через 15 скажу не было никакого юрия гагарина что мы не первыми в космос полетели поэтому к этому тоже надо быть готовым поэтому мы должны наших детей воспитывать в том чтобы они что юрий гагарин был первым наш фестиваль волшебная туфелька для всех детей которые входят круг его вот внимание те кто танцует те кто не попали те кто мечтает попасть на следующий год те кто будут в зале как зрители они должны знать что анна павлова это символ русского балета и балет это наше национальное достояние ну вот все это так но при этом совершенно я какие-то удивительные иногда от балетных узнаю вещь вот на ней недавно вот в этой студии беседовал с волочковой он меня совершенно ошарашил сказать что только на американских пуантах можно танцевать потому что там ну что-то пластмасса какая-то у нас даже пуанты не умеют делать потому что надо что-то с клеем что-то вот такое но очень вы знаете что я вам могу сказать вам или анастасии волочковой дело в том что до время идет вперед и технологии идут вперед и в чем-то американские туфли или английские туфли или австралийские туфли балетные опережают наши балетные туфли но я вам хочу сказать что история звездная золотая история большого театра русского балета вся создавалась на русских на российских на советских балетных туфлях потому что в них танцевала мая плесецкая наталья бессмертного не на тимофеева екатерина максимова и дальше анна павлова матильда кшесинская и понимаете мы берем 19 это все российские туфли поэтому я думаю что анастасия просто забыла про историю балета которую мы не хотим переписывать потому что мы и гордимся как вы ее однако просто нет но это же я же в этом не разбираюсь но правда эти более удобные какие-то которые знаете действительно я говорю технологии идет вперед и сейчас америка делай туфли технологии отстает ну почему у нас есть николай юрьевич грешко я кстати сегодня с ним встречаюсь он человек очень влюбленный в свое дело его туфли очень качественные много компаний много балерин танцуют в его туфлях я знаю что надежда грачева прямо были на большого театра всю свою карьеру потанцевала в туфлю грешко я думаю что все дело в том что каждая балерина выбирает для себя туфли те которые ей удобны и это не зависит от марки страны или это очень такая персональная вещь потому что вы с этим живете да вам должно быть так удобно кто-то любит широкий простите пятачок называется носочек балетные туфельки кто-то любит тоненький кто-то любит высокий вскок кто-то не низкий вскок я вот два дня назад купила первые пуанты моей дочери надюши просто купила так чтобы ну я понимала что на ее ножку еще нет туфель балетных на таких маленьких не делаю искали прям с двух лет можно заниматься на пуанты нельзя не задавать рано я как раз хочу сказать что наша вот эта программа подготовки детей к хореографическому училищу думаю что вместе с никого с никого чем грешко мы будем делать проект когда специальные туфельки у него уже созданы но мы будем их практиковать и в жизнь притворять эту идею специальные туфельки очень мягкие для начинающих специальные такие вкладыши для пальчиков чтобы их защищать чтобы маленькому ребеночку не было больно чтобы не было отторжение вот он встал на пальцы почувствовал более больше не захотел никогда встать вот так я купила надюши туфли грешко купила гелевые вот прокладочки вставка вставочки такие она влезла в туфельку она пока в них как в колошках они у нее сваливаются с ножек но все равно она встает на них держась за за табуретку и ей ужасно это нравится но я и говорю как ей нужно вставать как нужно поднимать высокой пятку и но в нашей программе про в нашем проекте мы будем делать это профессионально все-таки вот ваш тезис о том чтобы вот каждая девочка все девочки должны заниматься балетом мне кажется сомнительным в каком смысле мне кажется девочка с стержнем с мужским только может заниматься балетом потому что но все-таки во-первых это трудно это вот это это не просто взять и потанцевать это это работа а во-вторых вы в беседе совершенно потрясающий который мне очень понравилось в свое время с кирой прошутинской сказали что вообще говоря это балет это мужское дело вы сказали что вы бы хотели на самом деле обратиться мальчиком да вот поэтому мне кажется это не для всех девочек переубедите меня сегодня пришла с вернулась занятий просто смотрел занятие одной из наших студий на солянке там занималась группа два с половиной года вы знаете это же ведь специальные занятия и то что делают наши школы это те как бы принципы занятий с детьми они совершенно особые потому что мы не просто ищем талантливых педагогов мы за восемь лет существования создали свою методику преподавания да и педагог который приходит к нам он существует в нашей системе координат и начальное занятие для деток двух с половиной лет но разумеется они не делают фуэты разумеется они не встают на на пуанты это безусловно уроки которые должны приносить огромное удовольствие и радость но они при этом очень серьезны это слушание музыки наше занятие всегда проходят с концертмейстером они под запись да это ощущение когда твое тело перебил а почему это важно именно живой очень важно потому что потому что музыка рождается здесь и сейчас потому что концертмейстер становится со педагогом он делает акценты на ритмическую вот ритмическую основу музыки потому что это такая музыкальная ритмика да он в диалоге с детьми также как педагог и это очень серьезное занятие это занятие открывает ушки у детей они в таком раннем возрасте начинают слушать слышать вступление слышать музыкальную фразу и двигаться на музыкальную фразу это взрослым трудно сделать если они не в пространстве музыки живут а детки этом не в два с половиной года уже в там в четыре года они в состоянии это сделать вот насчет деток есть такая актриса ломоносова она была балериной она была в карт балете потом поняла что нет перспективы нет прямая на не станет стала актрисой она рассказывала мне что что в училище балетных вообще там достаточно жесткая дедовщина то есть вот там маленьких обижают и это опять же мы возвращаемся к тому что не не к не каждая девочка может вот пройти через это вы знаете вот все эти страшные истории про балет про стекло которое посыпают в панте про пачки с отрезанными крючками перед выходом они мне абсолютно никогда в жизни не встречались то есть это мифы не мой отец никогда не находил своих туфлях стекла или иголок иголки встречаются только тогда когда их случайно забывают мастерицы это бывает правда но это не какая-то соперница которая воткнула вам иголку в костюм я вас уверяю учиться профессионально балету это непросто но это также как не просто все в жизни что в жизни просто но если ты хочешь сделать хорошо то все требует и изучение языка требует но конкуренция же существует наверно как она везде существу да кстати вы видели черный лебедь я не люблю этот фильм но вы видели это это не вы не любите потому что что потому что это это не правда это знаете я возмущена что американские деятели кино искусства говорили что они берут русскую тему русский балет лебединое озеро музыку чайковского и собирают туда туда всю гадость которые только они способны собрать почему они не взяли какую-то американскую не знаю почему не взяли гершвина и какой-то современный балет да вот чтобы это бы балерина готовилась к вот к такому спектаклю почему они лезут в нашу культуру потому что это мировая культура потому что мы сами начали с того что русский балет это самый лучший это но это же наше достояние это не их достояние как гениально сказал мой брат я люблю это очень цитировать когда в америке вас просили такой с издевкой скажите почему вы так уверены что русский балет самый лучший у нас вот тоже американский балет такой прекрасный андрей сучин просто сказал что вы знаете у нас балету 200 лет а у вас стране 200 лет отлично да согласитесь что кино то они снимают лучше чем у нас вот ну вот есть хоть один фильм отечественный про балет который выпускали чтобы это прекрасно хорошо и надо всем деткам его смотреть для того чтобы понять что это такое не узнаете дело в том что черный лебедь не надо смотреть это фильм не про балет он просто совершенно про другой про человеческие гадости вот и все ну как там где-то там где человеке там и гадости давайте мы бы александр сергей пушкин сказал может быть я и гадок и мерзок но не так как вы понимаете может быть мы гадки и мерзки но не так как они очень очень патриотично и очень в тренде классно наш объем времени подошел к концу и мы переходим к финалу который я знаю не все любят и вы без особого энтузиазма помню прошлый раз играли поэтому в этот раз мы ограничим всего одним вопросом вы вы выберете одну фишку соответственно карточку такого же цвета и ответить или не ответите а я тогда вам говорила да что карты терпеть не мог мой потому что да конечно да он говорил что 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 вы там с андрисом играли дурачка да он реагировал не самым лучшим образом а зачем вот этой как это потому что вы выберете наугад фишку не знаю какого цвета она будет и карточку такого же красного цвета как в прошлый раз кстати тоже подвох по честному вы же сами прошу любую любую красную так это не красная это белая вот это красная да кстати вы знаете по моему я тоже самое тот же самый вопрос точно точно насчет партнера изменяли бы партнеру возможно не текущими ваши ваши партнеры были мы тогда мы все уже вы тогда уже ответили на этот вопрос на слово партнер вообще просто можно понимать как угодно кстати этим тем более для балетных для балетных это партнер это приносит тот с кем он танцует а знаете сколько в жизни у нас партнеров я например изменял своему парикмахеру александр шевчуку я всегда к нему возвращалась много раз изменяла и много раз возвращалась вот лепы никогда не изменяют одному своему делу высокой своей балетной миссии и сегодняшний беседа по-моему лишний раз и доказала огромное вам спасибо ельгине